Чувашия в числе первых субъектов Российской Федерации начала предоставлять земельные участки многодетным семьям. Закон был принят еще в апреле 2011 года, а сегодня на учете стоят уже более 4000 семей. Самая большая очередь в Чебоксарах и на Чебоксарске. Сегодня на заседании Кабинета министров члены правительства в числе других обсудили изменения в закон Чувашской Республики о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Из общего количества поставленных на учет многодетных семей сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка вручены половине семей. Всего предоставлено 230 гектаров. В четырех муниципальных районах обеспечено составлять 100%. Это такие муниципальные районы, как Порецкий, Аллатрский районы, Канарский район и Шимуршинский районы. Но в то же время есть такие муниципальные образования, как город Новочебоксарск, обеспечено здесь составлять всего лишь 7%. 20% обеспеченности – это город Шумерля и 23% обеспеченности по городу Канаш и Альковскому району. На сегодняшний день мы еще отслеживаем освоение этих земель. Да, оно отсваивается, конечно, а не такими темпами, которые нам хотелось бы. 87 разрешений на строительство сегодня районами и городами выдано. На 71 земельном участке ведется строительство. Ни один земельный участок, один жилой дом уже на одном участке построены. Министерство имущественных и земельных отношений Чувашии предложило расширить действие закона. В частности, предоставлять земельные участки, находящиеся не только в республиканской муниципальной, но и в федеральной собственности. Проектом утверждается или конкретизируется. Многодетная семья при подаче заявления на постановку на учет конкретно указывает, при желании получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, именно место расположения этого участка, желание, или в границах населенного пункта, или вне границ. Соответственно, размеры этих земельных участков максимально, они тоже разнятся. Если в границах населенных пунктов это 15 соток, если вне границ, то эта площадь намного больше. Члены Кабинета министров одобрили еще один законопроект об утверждении правил предоставления субсидий с бюджета республики, бюджета муниципальных районов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. Данная программа сохраняет и продолжает селевую направленность на повышение комфортности условий проживания и работы на селе, заложенной изначально в федеральной программе социального развития села, срок действия которой завершился в 2013 году. Целью мероприятия по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку является создание современной социально-инженерной инфраструктуры для жилищного строительства. На области Чувашской республики данное направление предусмотрено в рамках подпрограммы устойчивого развития сельской территории Чувашской республики, которая была введена в состав государственной программы развития сельского хозяйства. В состав проектов комплексной застройки включается компактная жилищная застройка, инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку, строительство или реконструкция объектов в социальной и культурной сфере, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, озеленение. Михаил Игнатьев поручил Минсельхозу Чувашии проконтролировать, чтобы в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий не попадали люди, уже имеющие одно, а то и несколько квартир. Кроме того, на заседание одобрили проект документа о создании казенного учреждения Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии. Новая структура будет контролировать расходование бюджетных средств, качество выполняемых работ по проектированию строительства государственных сооружений и объектов, а также выполнение подрядными организациями принятых гарантийных обязательств. Елена Гальперина, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.